В эту пятницу все городские музеи распахнут свои двери для посетителей с 19 до полуночи абсолютно бесплатно. Конечно, вы догадались, что в Сарове пройдет традиционная акция «Ночь музеев». С более подробной программой познакомлю вас чуть позже. А пока скажу, что музей ядерного оружия будет ждать всех с 18 часов на лекцию. Она будет посвящена 70-летию со дня успешного испытания первого советского атомного заряда РДС-1. Кого интересует, прямо сейчас вносите в план, чтобы не забыть. В детских организациях Союза «Сияющие звезды» завершается подготовка ко Дню пионерии. В пятницу, 17 мая, на лыжной базе с 6 часов утра запланирована интересная программа для третьеклассников, вступивших в ряды детских организаций. После ритуала посвящения в Союз, ребята увидят выступление роты специального назначения, кинологов и спасателей МЧС. В тот же день, в 16 часов, на площади Дворца детского творчества пройдет торжественная линейка всех дружин, а затем начнется тематическое представление «РДШ – это мы». В 17 часов откроются творческие площадки «Жизнь театра», посвященные Году театра в России и Году детского чтения в Нижегородской области. Здесь же будут работать игровые площадки, музей асфальтовой живописи, а объединение «Эстрадный ансамбль Дворца» готовит рок-концерт. Приглашаются все желающие. Обязательно приходите, будет интересно. Не так давно я вам рассказывала, что около Варламовки был замечен медведь. Видимо, Косолапому понравилось быть интернет-звездой, поэтому он снова засветился на видеорегистраторе, перебегая дорогу на КПП номер 5 между пульсаром и стрельбищами в утренние часы. Так что будьте внимательны и берегите себя, отправляясь в ту сторону. Тем временем Мишка, видимо, рассказал о своем триумфе друзьям, и в Яблоневом саду отметились лоси, а на территории Нижегородской области стали чаще замечать лис. Так что, конечно, будьте осторожны, но фото и видео при случае снимайте и присылайте в группы проекта «Зато новости» в социальных сетях. «Зато новости» в социальных сетях. Информационное агентство «Зато новости» «Зато новости» в социальных сетях. Андрей П Авaffe Продолжение следует...